А теперь расскажем о том, как технологии могут повлиять на судьбу человека. Киберразработки шагнули в медицину. Маленькие белорусы, кто по какой-либо причине лишен одной или двух верхних конечностей, могут почувствовать себя супергероями. Молодые ученые из России спроектировали необычные протезы для детей. Причем дизайн разработки, которая необходима для полноценной жизни, создаются пациентами. Процесс протезирования и сложный подготовительный этап полностью в компетенции белорусских профессионалов. Да и российская команда инженеров-изобретателей также руководит наш соотечественник. Уже пятеро ребят могут похвастаться необычными функциональными механизмами. А накануне 10-летняя девочка из Барановичей стала первой пациенткой столичного протезно-ортопедического центра, кому в таком возрасте установили сложный бионический протез. О неограниченных возможностях медицины Светлана Чернова. Пока что управлять или точнее чувствовать мышцы руки Ульяна Гаврилюк учится с помощью виртуальной реальности. Это подготовительный этап, так называемая разминка перед использованием уникального бионического протеза. И вот она, кульминация. Новая рука установлена и работает почти так же, как родная. Только осталось немножко подучиться, но это не препятствие, а скорее приятные хлопоты. А учитывая, что буквально на днях юной пациентке исполнится 11, это можно считать самым лучшим подарком. Пока протез немного тяжеловат, но я стараюсь убрать предметы, отдавать их, пока я только тренируюсь. Ощущения как бы еще такие смешанные, непонятные, но получается, уже немножко получается, но все равно нужно привыкнуть к этому, ко всему, то, что как бы рука отвыкла от этого всего, то есть мышцы слабенькие, как бы не работали это все время. Мы очень рады, конечно, что для наших белорусских детей тоже есть такая возможность. Исправить впоследствии автомобильной аварии девочки из Баранович, изготовить умный биопротез и, соответственно, подарить надежду другим ребятам помогла российская компания молодых ученых из Сколково. Инженерами, кстати, руководит наш соотечественник. А вот сложный и ответственный процесс протезирования полностью под контролем белорусских профессионалов. Вот он, командный дух дружественных стран на примере. Человек может открывать, закрывать кисть, может и вращать, может быть пассивная ротация или активная ротация. То есть для этого наши мышцы должны быть к этому подготовлены. Ребенок осваивает биопротез гораздо более долго, чем обычный протез. Но это стоит того – кататься на велосипеде, играть в шахматы, заниматься творчеством и даже набирать текст на клавиатуре. Бионические протезы имеют неограниченные возможности. Все зависит от того, насколько хорошо маленький пациент управляет мышцами. В бионических протезах установлены специальные датчики. Они считывают импульсы от сокращения мышц, передают сигнал мотору и тем самым заставляют кисть двигаться. Работает биопротез на аккумуляторе. Питания хватает на сутки. Стоит ли добавить, что такой гаджет – исключительно индивидуальный предмет, и перед его разработкой идет серьезный подготовительный этап? Производится пальпирование, осмотр первичный пациента, чтобы по всем параметрам он подошел. Перед этим снимаются МГ-сигналы. У нас есть специальный прибор, который снимает разность потенциалов мышц. Насколько он сильный, чем он сильнее, тем он лучше для нас, для протезирования. Протезы тяговые, в отличие от бионических, более простые в плане понимания использования. Хватательные движения происходят за счет сгибания в локтевом или лучезапясном суставе. Зато намного интересней и сложнее дизайн. Что говорить, проекты собственных протезов составляются лично маленькими пациентами. Они выбирают цвет, принт, надпись, а на специальный держатель могут поместить любой аксессуар. Например, пульт для управления мини-дроном. Протез воспринимаем как игрушку. И чисто психологически ребенку проще не обращать тогда внимания на свой дефект, а больше увлеченно работать с тем, что может сделать эта игрушка. То есть, получается, внешний вид протеза и его функциональные возможности для ребенка привлекательны. Ну, естественно, они привлекательны были и нам. Но опять же, важный этап с консультированиями, обследованиями, обучением и дальнейшим наблюдением. Все это в компетенции белорусских профессионалов. В том числе и изготовление культиприемной гильзы. На сегодняшний день у нас в среднем по Республике Беларусь это порядка 10-12 детей в год, которые нуждаются в протезах верхних конечностей. Возможно, не все к нам доезжают. Потому что, к сожалению, информации бывает недостаточно у родителей. Но вот сейчас, благодаря этому семинару, я думаю, что и такому широкому обзору будет больше информации. И, возможно, наша статистика пополнится новыми пациентами, нуждающимися в протезах верхних конечностей. Обладателями дизайнерских протезов накануне уже стали пятеро маленьких белорусов. И еще трое ребят в ожидании своих уникальных гаджетов. Функциональные заменители конечностей устанавливаются за счет государственного бюджета. А вот Ульяна Гаврилюк пока находится под наблюдением медиков. Девочка – первая пациентка протезно-ортопедического центра, кому в таком юном возрасте поставили сложный бионический механизм. Но это скорее формальности. Специалисты не сомневаются в его успешном использовании. И к тому же следующий претендент на его установку уже есть. В главном эфире Светлана Чернова и Григорий Криштофович. О кибертехнологиях в белорусской медицине.